Я считаю, что чистое копирование — это ни к чему. Все-таки ты человек живой, не машина, не магнитофон. У тебя есть сердце, душа. Можно расшифровывать, но это скучно. И потом надо впитывать больше, передавать просто, и все. Вы яркий исполнитель, который один из первых научились мужскому дишкнуту. Это не нотное пение. Это родовое. На наши вопросы отвечает лауреат премии «Имперская культура», фольклорист, собиратель казачьего фольклора, музыкант, художественный руководитель ансамбля «Казачий круг» Владимир Николаевич Скунцев. Здравствуйте. Вот как здорово, что вы приехали к нам, пришли. Вот. И первый вопрос. Как вы оказались в русско-традиционной культуре? Давно ли это было? Как фольклорист или как музыкант? Так. А как музыкант раньше, чем как фольклорист? Ну, конечно. Я же вырос в семье музыканта. Так. Музыканта, да. Вот мой папа был такой народный самородок, играл на всех инструментах, пел и только песни, и калятки, и щедровки во время праздников. Вот. И Христа славил. Да. И нам маленьким было сначала это, ну, как-то любопытно, как сказку воспринимали, а когда мы стали большие, то нам это уже оказалось даже интересным. Хотя я вырос в то вот время, такое советское время. Был комсомольцем, конечно. Партий именно не был. Вы где-то не в городе родились, потому что щедровки в городе, наверное, не поют. Да. Но мой отец знал этот материал. И как только подходит праздник, Рождество, Христово, Пасха, какие-то такие народные праздники, он обязательно об этом напомнит. Вот. И этот вот праздник у нас в семье всегда был. И висели музыкальные инструменты, я помню, вот он, значит, утром обязательно встанет и поиграет. На мандолиночке. Потом возьмет гитарку, на гитарке на семиструнной поиграет. Потом, значит, балалайку. Ну, а потом уж, когда застолье, в праздник он берет баянчик и у нас, вот, и исполнял советские песни. Ну, народные тоже, но вот советские песни. Армейские песни. Вы слушали и проникались. Ну, да, да. И как так получилось, что вы один из ярких основателей традиционной казачьей культуры, именно казачьей песни? Потому что у меня есть ощущение, что с вас вообще все это началось, с вас все пошло, и ансамбль «Казачий круг». Как все это начиналось? Серьезно я стал заниматься сбором фольклора. Это после первой экспедиции Ленинградского государственного института, в первых экспедициях Псковско-Новгородской области нас посылали. И вот там я проникся, когда я услышал плача, а мы плача собирали, и хороводы, и даже парились в бане по-черному у бабушки. И меня настолько это задело, что я бегом приехал из этой экспедиции в 79-м году, и Игорь Алексеевич, завкапитарин, Волков у нас был, Игорь Алексеевич, дай мне магнитофон, я поеду к себе на Дон, мы не так поем песни наши донские, которые мы изучали на кафедре, на хоровых классах, а вот дайте мне магнитофон, я привезу наши песни, привожу ему целый чемодан. Он послушал, ну знаешь, это все так, ну, сложновато, все-таки ты попроще нам расшифруй. Вот, ну, а как вот надо? Ну, я ему вот, уж ты дон-то наш дон, расшифровал, напел, прежде всего напел, и таким образом я не только ему вот это как бы преподнес в новом таком, в новом, в новых красках, вот наша донская фольтура, но в то же время, они же ориентируются на пластинки какие-то, да, первая пластинка Андрея Сергеевича Хабанова, допустим, да. Какая? Ну, вот, хутор Зимняцкий. Да. Да, это же вот, потом с этой пластинкой я ездил, и в экспедицию проезжаю, и хутор Витютнев из Волгородской области на Волгоград ехал, и мне дедушка подсаживается, вот, мы с ним разговаривались, он, а, вот, с какого хутора? С Витютнева. А таких ты знаешь? Знаешь? Он, ну, как же, конечно, мои же эти товарищи были, народные. Вы были в Зимняцком, да? В Зимняцком был. Достаточно часто, да? Но я был в 81-м году с экспедицией ансамбля «Карагот», когда я уже в Москве, в Москву перевелся, в ансамбль «Карагот». Хутор Зимняцкий уникален тем, что там очень много дишкантов в исполнении. Много дишкантовая традиция, да. Как вы это объясняете? Почему так получилось? Обычно один голос наверху, либо мужской, либо женский, а тут сразу четыре, но они все разные, конечно же, но как так получилось? Тем не менее, формально это дишканты. А тут, видимо, это исходит от старобрячества, все-таки. Они верующие как-то в этом хуторе или у них церковь? Не то, что верующие. Там просто такая страна по Медведице, по Медведице много старобряцев живут, и вот Усть-Медведевский округ особенно, и вот туда, к Усть-Медведевской станице, много хуторов и станиц именно старобряческих, поэтому стиль особо отличается, вот, и поэтому и дишканы-то вот такие вот, они. Но это только в Зимняцком или есть еще в соседних? Нет, нет. Глазуновская станица, Скуришинская станица, по Медведице, в притоке Дона Хапер и Медведице. На Хапре нет дишкантовой традиции, а вот по Медведице она есть, уникальная такая традиция. Прекрасно. Да, но в 79-м году я пошел как раз в экспедиции, первой экспедиции. И это было, значит, с Суровикинского района, с магнитофоном «Романтик» я поехал, с маленькими катушками, и вот Средний Дон мне тоже поразил чем? Тем, что там все-таки сохранились донские былиночки. Иван Тихонович Карев мне напел былинку «У князя было у богатого». Ой, да как у князя-то было, да, былою богатая, ой, да, собиралась она, да, славная бесеяя душка. Ну, я же не знал, что это былины. Записал, что, говорю, давай мне старинушку. Ну, и он мне на такие вот песенки напел. А потом уж, когда я понял, что это вот Михнецову показал Антону Михайловичу, что это все-таки вот, потому что я тогда еще не в Москве учился, в Ленинграде. Ну, и вот он мне позже сказал, что, Володя, у тебя вот все-таки былины, донские были. Там наличие тонких голосов. Они не так, как на медведице дешканье, звонкими такими, а они как напевочкой, тонкими голосами. Как в церкви они так поют. Ну, даже где-то вот, как плачут они вот так вот. И это вот тоже интересно. И вот там, где тонкие, там наличие, казалось бы, лин. Я не успел другие станицы пройти, но меня поразило, что в четырнадцатом году давали мы концерт в Суровикино, и там с хуторов и станиц были бабушки. И когда мы эту былинку пропели у князя Владимира Богатого, а вот я говорю, а вот дальше что-то было. И мне бабушки говорят, а чего ж ты молчишь, чего там дальше было. Я говорю, ну, я к вам приеду. Я приеду к вам. На хутор-то останется. Ну, приезжай. Мы тебе напоем. Продолжение. Да, продолжение. Может быть, что-нибудь еще. Наверняка свадьба очень интересная. Свадьбы тонкими голосами могут зачинать тонкие, а потом подхватывать все остальные. У меня к вам важный вопрос, потому что вы яркий исполнитель, который один из первых научились мужскому дишканту. И вот в чем его особенность? Во-первых, как вам это удалось, как вы это схватили? Если сравнивать женский дишкант и мужской, в чем различие? Видимо, вот эта воинская среда, она и дала наличие вот такого яркого дишканта. Родился он все-таки... Ну, конечно, казаки же, они пели в семье с детства. Может быть, сначала, как и у меня в семье, мы пели все песни подряд, и мальчишки просто дублировали основную тему, да, в октаву. Вот. Марина Юрьевна у нас дишкан пела, а вот сверху дишкана еще мальчишки подпевали, то есть тоненькими голосами мальчишескими. А в среде, в армейской, там, где должен быть дишкан, они копировали оркестр. То есть в войсках некий кларет еще был, играл. Он такой, как труба, чуть поменьше, он больше как сигнальный. Но они тоже, клареты вот эти, они тоже применялись. Это не кларнет, это кларет. И он исполнял как раз вот эту вот подголосочную партию в оркестре. И они, собственно, без инструментов копировали в войсках, вот сначала на оркестре, я так думаю, вот этот подголосок. А в протяжных песнях, они, просто не было женщины рядом. Поэтому они, наверное, чуть пониже, может быть, пели. Хотя я вот был помоложе и копировал эту женскую традицию. Какие у вас ощущения, когда вы дишканите? Ну, во-первых, это огромное удовольствие. Просто вот внутренняя какая-то благость. И когда хорошая основа мужская, вот весь бас нижний, то очень приятно и хорошо, если ты можешь дишканить. Если ты мыслишь, как даже еще импровизируешь и украшаешь. Вот это хочется петь и хочется передать это еще. Вот поэтому я и молодежи у себя в казачьем круге, я научил многих дишканить. И даже вы сейчас, если послушаете, или старые записи наши послушаете, то копируют меня так, ребят, что даже не узнаешь. О, так это, наверное, скунс, а это сахар, дишканить. Ну, то есть вот даже я испытывал удовольствие, поражение. Ну, в смысле, поразило меня это как можно вот все-таки это. Когда народ долго поет, когда мужчины долго поют. Одна из основ казачьей традиции – это протяжная песня. Зачем она нужна? Что это за жанр? Потому что он уникален всем, что чем-то в нем есть. Во-первых, это как-то воспоминание и отдание дани какой-то, воспоминание своих предков. Мне кажется, потому что вот Поляков, Вячеслав Анатольевич из станицы, он сейчас академик, академия наук, Петербургской академии художеств, но не в этом дело, он из Елизаветинской станицы. И вот он говорил, что у курганов пели старики. Курганы – это могилы? А у нас на Нижнем Дону много, это Нижний Дон, Елизаветинской, Екатерининской станицы, много вот курганов. Не только в Старобольском крае, но курганов – захоронение. Захоронение, ну да. Захоронение. И вот он говорил, что у курганов пели. Я думаю, что эта традиция какая-то глубокая, давняя такая. Потом на релеях играли они и на свадьбах, и на гульбах, и на похоронах. А почему на похоронах, вот я тоже задумался. А оказывается, они пели, они тут же сочиняли вот какой-то, может быть, на мотив, или баллады, или былины под релей, рылешники. Они вот на похоронах, тот, кто умер, они об этом герои, ветеран Великой Отечественной войны, может быть, раньше Первой мировой. И вот они ему пели вот какие-то свои вот вспоминания, воспоминания об этом. А Анатолий Иванов мне сказал, что это был такой жанр, может быть, он уже, естественно, жанр был славление, поубиенному, может быть, славление, по умершему, воину. Это воинская традиция. И вот мы сейчас пробуем играть, а в один релей, в два релей, и релей славит. Это похоже на колесную лиру. Это именно донская лира, релей, реля. Вот, релейшники у нас называющие. Наиболее сложные песни, которые существуют, протяжные, в хуторе Яминский. Удалось ли вам там побывать, может быть, лично, или удалось ли вам что-то попеть из их репертуара? Да, мы в 81-м году у нас была экспедиция с Карагодом ансамблем. Мы записывали и в Зимницкий хутор, и Яминский. И вот там мне одна бабушка понравилась, я не помню уже ее фамилию, но она так дешканила здорово. Я даже ее пробовал копировать, когда у меня по высоте голос, я доставал высокие ноты. И вот я копировал просто. Вы на слух снимаете? На слух. Можно расшифровывать, но это скучно. И потом надо впитывать больше, передавать просто и все. А расшифровка, она, ну, сколько сейчас расшифровок, и в институтах везде, и все. Ну, это для анализа больше. А для того, чтобы передать традицию, ее нужно сначала взять, а потом передать просто вам. Допустим. Будет все хорошо. Кстати, как вы себя чувствуете? Вот ощущаете себя сейчас настоящим, аутентичным народным исполнителем? Есть ли у вас такое ощущение? Ну, а куда деваться-то? Есть. Ну, прекрасно. Так должно быть, конечно. Такой опыт уже. Да, 79-го я как пошел, серьезно. Поете 79-го? Нет, я пошел в экспедиции в 79-м. А пою-то я, наверное, в 70-м, да какой там, наверное, ну, с детства, в общем. У меня музыкальная хоровая школа, вот, Волгоградская музыкальная хоровая школа, потом служба в армии, потом училище, руководитель оркестр народных инструментов и многотамбровых баянов. Вы любите инструменты, да? Да, инструменты, да. Нет, вообще-то, если заниматься в фольклоре инструментальной музыкой, то музыкальная подготовка профессиональная должна быть, конечно. Да? Да. Потому что сейчас многие идут просто с улицы, а некоторые даже начинают учить. Вот и ошибок делают много. Какие ошибки они делают? Ну, там можно аккомпанировать, можно и простенькие песни аккомпанировать, под гармончик, под баянчик, под гитарку даже, потому что на гитаре казаки играют на семиструнках. Ну, мы сейчас можем и на семиструнных играть, и на шести. Но на шести можно играть в манере семиструнной. Вот тоже, там больше щипковой метод, меньше переборов, больше щипковых. Смотря что играть. Или пляску играть, или танец, или песню. Вот тут это вот нужно знать. Зародилась сильная ягодка. Один из ваших, я бы сказал, шлягеров. Ваши такой вот хит. Хит, который от вас в первую очередь пошел. Я эту песню в первую очередь помню от вас. Вот. Может быть, вы помните, как вы ее выучили? С чего началось ваше разучивание этой песни, знакомство с этой песней? Расскажите эту историю. Ну, во-первых, это шедевр. Во-вторых, это песня «Любовь». Вот тот, кто первый раз ее услышал, тот сразу влюбляется в нее. Как бы нам ее так спеть, чтобы в нее влюбились? Вот. Сначала мы ее пели с Михаилом Александровичем Демиляновым. Это мой однокашник еще по училищу музыкальному в Волгограде. Это еще были 70-е годы. 77-й, 78-й. А потом, когда я услышал дядю Колю, Николая Константиновича Титова, этот как раз из хутера ларится. Слепой казак, который... Слепой музыкант, который ослеп. Два брата их начали бабушке лечить, и неудачно полечили, они ослепли. Дядь Коля – это такой экстравагантный, вообще, музыкант, потому что он слушал граммофон или песни по радио. И очень здорово переносил и фокстроты, и бальсы, и песни переносил. Это на баянчик или на гармончик, или на гитарку, или на балайчик. Причем он владел не только баянчиками, на гармончике я не видел, как он играл, а вот на баянчике он играл здорово. Причем он настраивал свои баяны с разливом. То есть не чистый унисон, а чуть с разливчиком. Как вот у нас были, раньше изготавливала ростовская фабрика, вот Ростов-Дон баяны. Они не классические звучали, а как по гармончику, чуть с разливчиком. Чуть расстроенные как будто. Потому что там много голосов, один из голосов ты чуть расстраиваешь, и получается такое легкое биение. Небольшое биение такое. И вот это какое-то ощущение вот такого звука у казаков, вот это есть. Причем дядя Колю, когда я услышал, мы свадьбу играли как раз Емельянову, и помню, как он запел, а я скорее к нему подсел. И с ним вместе, мы же уже пели, и я уже слышал, как Миша записывал его, дядя Колю, и свою, свою истеток записывал, родню свою. И вот я в 81-м году, когда в Ларинке мы побывали, и вот с ним, это такое ощущение, вот непередаваемое. Все, все в тебе вот, вот волнуется. И особенно эта песня, она необученной энергетикой вот обладает какой-то. Во-первых, мотив. Вот сколько экспедиций, сколько учат наших консерваторских композиторов, ведь они, сколько тем народных великолепных. Нет, в Девре какие-то начинают изобретать какую-то неконкретную музыку. Вот ты возьми, как наши композиторы, и Музырские, и Чайковские, и другие. Они же, да и не только отечественные наши композиторы, но и зарубежные композиторы, они же ведь и шли в народ. И нашим тоже сейчас сколько не говоришь. Ну, пойдите вы в народ и возьмите эти вот темы народные, и потом на основе этих тем у вас появятся свои композиции очень интересные. Нет, вот этого я не наблюдаю. Но обработки есть разные? Обработки есть, да. И вот одна из обработок, я считаю, что это вот Титов Николай Константинович, как раз вот он сделал свою обработку первую, зародилась сильная ягодка. Потому что он играет ее, они играли и с аккомпанементом с баяном, и акапельную они ее пели. Вот у деда Йор, его тоже, он слепой музыкант, он певец был, его брат. Но он немножко видел, а дядя Коля вообще не видел. И вот эта песня, она как-то, я даже ее взял, только я уже переложил ее, и на баянчике играл, у меня в диске, кстати, вот это вот, я играю на баяне. А потом я ее на гармошечку переложил, и так же все сошлось. И сюда можно подключать и скрипочку, можно и немножко гитарку добавить, но только не перегружать ее тяжелыми инструментами и ударными. Ударными, понятно. Да. А вот лирика есть лирика. А когда Титов, а Николай, когда вот он исполнял эту песню, вот именно с точки зрения чувства, как вам кажется, что он передавал? То есть снаружи была музыка, а внутри, вот это внутреннее ощущение, что он доносил через эту музыку? Видите, слепые музыканты, у них особое чувство музыки, особое чувство лада. Потому что я не только дядю Колю записывал, я еще в городе Серафимович записывал Власова. Такой тоже слепой музыкант. Он тоже мне говорил, когда я беру баян в руки, то я создаю себе хор. И вот баянчик, вот он, вот как будто я с товарищами, с друзьями пою. Вот такое ощущение. Дядя Коля немножко другой характер. Он, он, он тоже такой лирик, конечно. И я думаю, что какая-то любовь у него была тоже связана вот с этой, с ягодкой. Что-то воспоминание. Да, видимо, он, он вспоминал свою первую любовь, может быть. Может быть, он вспоминал своих сестер, родню. Ну вот, вот я еще раз повторюсь, что слепые музыканты, это вот просто люди от Бога. Чтобы хорошо играть музыку, нужно выколоть себе глаза? Ну, это слишком. Я не знаю, что для этого нужно. Вот, я-то как раз на уровне, наверное, на уровне, с одной стороны, любопытства это было, а с другой стороны, на уровне музыканта-музыканта. Вот, как музыкант с музыкантом. Я хотел понять, что он чувствует слепой. И потом у него повышенное чувство какой-то любви к тем людям, которые понимают музыку, чувствуют. Вот еще отдать, вот мы приехали, молодежь, он так нам хотел все это передать, так он хотел отдать и так старался. И мы очень благодарны ему, Царству Небесное, конечно. Вообще таким людям, нашим исполнителям, народным исполнителям. С каким состоянием вы исполняете эту песню? С похожим или как-то уже по-своему? Я считаю, что чистое копирование – это ни к чему. Все-таки ты человек живой, не машина, не магнитофон. У тебя есть сердце, душа, вера, поэтому ты должен по-своему все-таки исполнять. Но общее состояние и общее настроение ты должен обязательно передать. Субтитры создавал DimaTorzok Зародилась сильная ягодка. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 И с Андреем Сергеевичем Кабановым Мы записывали в Солонцах В Ростовской области Скрипалей Поэтому казаки играли активно на скрипках Могли бы вы исполнить эту песню, ягодку Буквально еще один куплет В вашем тандеме А еще или сначала Давайте сначала Три куплетика Итак, зародилась сильная ягодка Любовная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот это, импровизация Правда импровизация? Вы не запланировали что сначала один не знаю не знаю А как вы обменялись информацией? А у вас там что, канал? У нас да по воздуху Вы чувствуете? Как-то это инкуaтивно? Да-да Какое у вас ощущение когда вы поете с сыном? Что ощущаете? Если бы это был, например, не сын, что бы вы чувствовали? Во-первых, чувство локтя и доверие. Доверие? Да, в песню. Потому что это безошибочно. Это не нотное пение. Это родовое. Родовое пение? Да-да. Как научиться? Для этого мы и собираем, и обучаем нашу молодежь. Можно научиться. Именно на уровне энергетики, биотоки. Даже если я пою с Андреем или с близкими, как с друзьями. Чувство доверия и безошибочное понимание. Вот это очень важно. Ну и чувство стиля, конечно, если уж так. Еще одна песня, где мы собирались использовать инструменты, и там они наиболее активно раскрываются. Это песня «Ласточка», в которой тоже вы были одним из первых, кто ее в массы ввел. Так мы с Андреем Сергеевичем как раз писали ее. Писали вместе. В 85-й год. Прекрасно. В хуторе Солонцы. В Солонцах. В Солонцах был аккомпанемент или пение тоже? Пение было. Но сначала мы записывали гармониста, его сына и его самого Титова. Он тоже, кстати, Титова был. Вы сможете показать, как они играли? На скрипке. Приблизительно, чтобы мы понимали эту атмосферу. Федор, ты знаешь? Да, сначала я играл на скрипке, потом я ему передал эту игру. Вы тоже играете на скрипке? Пробыл, да. Ну вот пластинка ансамбль художественной самодеятельности, я же там играю на скрипке. Ну хорошо. «Казачий круг» это про него? Да. Ансамбль художественной самодеятельности. Я понял. Ну я имею в виду, это диск, пластинка, но поют любительские фольтерные ансамбли. Я там щекотал ласчика, играю на скрипке. Попробуем? Ну Федор лучше меня играет. Но он профессионал. Да. Он же учился же, все-таки заканчивал всякие школы-то. Хотя есть, конечно, вещи, вы зато… Кстати, вот как дитю. Вот какой инструмент дал ему в детстве, в пять годиков, дали ему скрипку. И он сразу стал играть по слуху и более-менее хорошо. Ну то есть простые нагреши. Коле дал я балалайку, от дедушки тоже дедушка. Коле не хватает. Да. И вот он на балалайке, да. Прям балалайка ему прям. Вот единственное, что вы тонарных исполнителей зато застали. Я вот на вас смотрю, прямо, знаете, вот через вас чувствую вот этот вот портал открывается. Потому что вот мы уже, мы с Федором, мы уже как бы к этому порталу отношения не имеем. Мы только думаем, где вход? Где вход уже? Где этот вход? Начинаешь стучаться в эти двери и нету. А вы уже спокойно как бы, я и есть этот вход. Но только вы в него не войдете, пока сами не откроете дверь внутри себя. Вот. Ну что же. Солонцы, ласточка. 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 Гуляй, гуляй, мой Жми меня с как белым Жми меня с как белым Спасибо нам всем. Что вы пожелаете нашим зрителям, чтобы они достигли лучшего классного результата в русской народной традиции, в фольклоре? Чему им следовать? Как открыть портал? Чтобы добиться мастерства, идти в народ, не бояться, идти в народ и фиксировать все-таки наших, как угодно. Сейчас аппаратуры много, все-таки он учится у народа, но мы тоже народ, только мы живем уже в другой среде. И молодежи нужно не бояться и не лениться, идти в деревню, в сельское... К людям, быть ближе к простым людям. А если уже очень серьезно, то обращайтесь к нам, пожалуйста, у нас большой архив, мы поделимся, подскажем, научим. Вот наша задача, то есть я принял в молодости от народных исполнителей, от своих бабушек, дедушек. Но прежде всего от папы с мамой, конечно. Вот маме уже 90, бате давно нет. Но это вот народные музыканты, которые дали мне первый толчок. Так же, как и я своим детям тоже. И ваш папа тоже дал вам свои знания. И дай бог, чтобы передача имела успех и многое блага лета вам. Всем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok